Всем привет! 27 февраля у нас начинается четвертый этап тренинга по защите Немцовича и будет разбираться, наигрываться, ставиться за белых и за черных линия с ходом ферзь c2. Классический вариант, так играл еще Александр Александрович Олехин. Ферзь c2 играет и Карлсон, ну Карлсон играет у нас все, и Каруана, и Мемидьяров, не помнящий Вашьелла граф, Веслисо, ну и масса других очень сильных архматистов. Накамура, Видиди, Артемьев, Андрейкин, Шэнкланд, Джеффри Шонг, Вальеха Понс. То есть ферзь c2 реально очень серьезная популярная система. Ключевая идея белых заключается в том, что с одной стороны они не хотят сдваивать пешки себе на c3, с другой стороны черным надо считаться с ответом e2, e4. Ну и так как защита Немцовича один из самых популярных дебютов, эта позиция встречалась также у всех сильнейших шахматистов мира. Магнус Карлсон, Дин Лежень, Фабиана Каруана, Ян Непомнящий, Ливон Аронян, Веслисо, Аниш Гирий и другие мощнейшие шахматисты. При этом тот же Карлсон и делал считающийся основным ход рокировкой и играл d5, между прочим чаще всего играл d5 и играл d6. То есть делал не основные, скажем так, ходы. Есть у черных линия, связанная с ходом конь c6. Есть с немедленным ходом c5, так, насколько я знаю, играет Ольга Гиря, например. Потому что Игорь Ильич в своих книжках рекомендует делать рокировку. То есть огромное количество теории. Ну и, как обычно, в общем, расписание. Вот у нас 27 марта предтренинговый Блиц-турнир в 19.00 Москвы. Потом время на изучение теории у участников будет. Пятницу ответы на вопросы. Теорий, повторюсь, будет много. Часть роликов уже выложены. Участники тренинга уже сейчас могут изучать то, что выложено. Ну и, как бы, в качестве стандарта у нас три турнира по быстрым шахматам. В дальнейшем будет с последующим разборов наиболее интересных партий. И два Блиц-турнира. С дальнейшим подведением итогов. Записывайтесь. Цена стандартная. То есть для тех, кто никогда не участвовал в тренингах, две с половиной. Для тех, кто участвовал более чем в пяти этапах тренинга, две. Спасибо за внимание. В общем, все на тренинге. Субтитры создавал DimaTorzok